Для удобства работы в среде программы Microsoft Excel 2010 существует несколько режимов просмотра рабочей книги, каждый из которых позволяет с максимальной точностью оценить результат работы с документом. Режимы представляют собой разные способы отображения информации на экране. Как упоминалось ранее, в нижнем правом углу окна редактора располагаются три кнопки, которые меняют режим просмотра – «Обычный», «Разметка страницы» и «Страничный». Разберем эти кнопки более подробно. По умолчанию выбран режим просмотра книги «Обычный», с помощью которого в окне программы отображается рабочая область ячеек. Выберите режим «Разметка страницы». Данный режим просмотра отображает вид, в котором будет напечатан документ. Здесь указаны все отступы при печати, а также, как вы можете заметить, появились линейки. С помощью этих линеек можно менять отступы от краев документа. Наведите курсор на границу поля, зажмите левую кнопку мыши и передвиньте заданную границу. Таким образом, можно изменять положение документа при печати. Для того, чтобы увидеть расположение документа по страницам, перейдите в режим «Страничный». Как вы видите, на рабочей области окна программы появились пунктирные линии. Они обозначают границу документа и его части на других листах при заданном формате печати. Также режимы просмотра документа можно найти на вкладке «Вид». Кроме уже рассмотренных режимов, здесь представлен еще один режим «Во весь экран». Он очень удобен для просмотра многостраничных таблиц. Чтобы выйти из полноэкранного режима, нажмите клавишу «Escape». Нельзя не заметить, что документ Microsoft Excel 2010 может состоять как из нескольких ячеек с данными, так и из крупных таблиц и рисунков. Так или иначе, для каждого из случаев понадобится определенное приближение страницы документа. В данном случае необходимо использовать инструменты масштабирования, позволяющие оптимизировать область просмотра документа. В нижнем правом углу окна располагается ползунок «Масштаб», который позволяет приближать и отдалять отображение документа, тем самым обеспечивая просмотр отдельных его объектов или же его полного вида. Масштабирование также происходит по нажатию пиктограмм «Плюс» или «Минус». Рядом с ползунком находится кнопка «Выбор масштаба», нажав на которую откроется диалоговое окно «Масштаб». В нем вы можете выбрать масштабирование документа из предложенных значений масштаба, а также назначить произвольный масштаб, выбрав пункт «Произвольный» и введя в поле собственное значение. Нельзя не отметить, что инструменты масштабирования документа можно найти на ленте, перейдя на вкладку «Вид». Здесь возможно назначить масштаб на одну или две страницы, масштабировать по ширине страницы или отобразить страницу в оригинальном размере. Таким образом, инструменты для просмотра рабочей книги позволяют вам наиболее удобно работать с документами Excel. Продолжение следует... Продолжение следует...